Итак, премьера Т-34. Первый в истории мирового кино фильм, на котором ты оказываешься в настоящем танке той войны. Ты почувствуешь гарь, мазут, кислый запах пороха. Ты вожмёшься в сиденье и пригнёшь голову под градом пуль по броне и оглохнешь от удара фугаса. Но ощущение — это лишь броня фильма. Его душа — это экипаж, герои, что раскроют для нас секрет выживания в противостоянии самому злу войны. И вооружённому самыми страшными, мощными и совершенными машинами, на которые только способна человеческая инженерная мысль. Ты мишень, ты охотник, ты снова мишень. Дуэль немецкого аса Ягера и советского самородка лейтенанта Ивушкина. Броня и огневая мощь, скорость и маневренность, рефлексы и чутьё — всё это, в лучшем случае, уравнивает шансы в бою. Что же за силы тогда способны переломить схватку? Что ты понял про природу и причину победы, поработав на этой картине? У русского человека есть такое невероятное свойство, когда он попадает в какую-то ситуацию. Он не то, что себя не жалеет, а у него есть какая-то, как ни странно... Ну, не то, что как ни странно, нет, это совершенно для меня важно не странно. Священная штука какая-то, вот если говорить, священный долг. Этот фильм — приключения о правде на войне. Твоя родина, твои товарищи, твоя любовь дарят силу, способную сокрушать любую броню. Но дарят лишь тому, чья правда. Это живая, животрепещущая, кровоточащая история реальных, как говорят, реальных тантистов, которые бежали с полигона в 1944 году. И мы все очень большим вниманием подошли к этому, потому что, в общем-то, ну, это какое-то наше посвящение подвигу у тех людей. От подступов к Москве до концлагеря у подножья Богемских гор, на пороге Рейха. Приговоренные к истреблению, здесь герои обретают надежду. Это действительно, скажем так, непривычное обстоятельство для возлюбленных, когда ты не то, чтобы не можешь заговорить, ты не можешь поднять взгляд на человека, посмотреть ему в глаза, потому что страшно. И вот эта любовь в состоянии, что страшно, страшно сделать шаг, страшно повернуть голову, но чувства они все равно, естественно, всегда перевешивают. Это кино надо видеть, чтобы знать. Главный секрет фильма в том, что актеры стали экипажем реальной боевой машины. Было бы в сто раз сложнее, если бы я чего-то там играл, что мне сложно, что у меня там передача не воткнулась. А она реально не втыкается. Это передача, это танк, это все тяжело, это все трясется, приближено к боевым. То есть, это нам очень помогало. Так по машинам и в кино Т-34 уже прогревает двигатель. Иван Кудрявцев, Елизавета Зимарева, Дмитрий Лузган, Евгений Подгородниченко, Павел Сипягин, Екатерина Филипова и Олеся Шемпель. Вести. Я тебя достаю.